Здарова народу! Пожалуйста на канал Николих и МакФлай. У меня водительская кепка. За моей спиной два потрясающих советских мотоцикла. Один времен войны, другой чуть позже. Какой из них какой? Сейчас собственно узнаем. Погнали! М72 К750. Это на начало войны. С 1941 года он у нас появился. Это уже послевоенная модель. Модернизация этого мотоцикла. Перед войной встал вопрос о модернизации военных войск. Поэтому Сталин дал приказ разработать мотоцикл. Был значит это с немецкого мотоцикла BMW R71. Была версия такая, что было куплено через третью страну пять мотоциклов такой модели. И по их аналогам он практически то же самое немецкий. Есть отличия там в раме, в некоторых деталях. А так то же самое практически был создан наш. Такой же на основе немецкого BMW. В принципе то же самое. Здесь это именно аналог немецкого. Примерно такой же. Это именно его родной М72. Это светомаскировка на нем. Отличие значит отличался он с задней подвеской уже от К750. К750 от него отличался. Здесь стоит свечного типа подвеска. Здесь уже маятниковый. Амортизаторы другие, подвеска другая. Крылья другие здесь закругленные, там прямые. Двигатель немножечко модернизация здесь произошла. Фара другая. Сидушки вот опять же, за что я говорил. Сидения уже там на пружинах. Здесь на резинках они стоят уже не такого плана. Люлька в принципе только светотехника поменялась. Фонари другие. Колеса поменялись. А их Урал и Днепр. Разошлись на два направления. Урал и Днепр пошли. Это получается папа. Ой, дедушка. Это папа уже Урала с Днепром. А что у него вот это на люльке? Это что такое? Это турель немецкая. Ой, в сравнении с немецкой. Это русская турель. Пулемет Дегтярева. Турель. Отличается, чем русская от немецкой. Здесь просто пулемет устанавливался вот сюда и все. И он никак не гасировался? Ну, тут единственное, вот он вот так вот играл чуть-чуть и все. Но здесь, конечно, на вылете, на самом было, и вот эти все колебания, он не гасил ничего. Практически просто была палка сделана для установки пулемета и все. Если там действительно это все плавало и играло, здесь это просто было, лишь бы стояло. И фара вот эта отличается даже, вот эта фара от той отличается. Она здесь более, это какое, покороче чуть-чуть, и сам диаметр шире, чем у той идет. И спидометр здесь наклонного типа, а здесь уже прямого. Они, вот именно мелочи вот эти, а много здесь отличий таких уже сделано. Этот вообще собранный был с это, какое, полностью собранный. Он был, рама была в Брянске куплена, часть запчастей было отдал. Тут у человека хранился на гараже, вернее, на этом, на чердаке. Он часть запчастей отдал. Люльку нашли в этой, какую, раму, раму люльки, нашли именно раму с 40-х годов. В выгребной яме. Нашли ее. Ну, не в выгребной, там мусорная, помойка валялась. И там он уже через раму проросли клинки, мы их срубили и вытащили, да, забрали. А этот? Этот уже был куплен, не могу точно сказать, где он куплен был. В Воронеже, да? В Воронеже он куплен в таком состоянии, просто был отреставрирован, покрашен. Это, какой, немного подшаманен был. А так, этот практически был в сборе комплектный. Люлька, отличие рамы люльки изменилось. Здесь подвеска не, это какое, мертвая, колесо не работает. Здесь работает на рессорах сама эта. Здесь на рессорах, а здесь мертвая подвеска, он не работал. Здесь уже появилось маятникового типа. Уже маятник, уже колесо здесь работает само, вот она. Люлька уже работает, колесо, вот он. А здесь бесполезно, здесь он что, мертвый стоит, он не работает. На рессорах, вот они, рессоры. Полу-рессоры. Полу-рессоры. Это больше сказывалось на комфорте езды. Она жестковат, конечно. То же самое вот здесь отличие. Здесь колесо стоит мертвое, и оно в амортизаторах вот так бегает. Здесь маятника нету. Там она же уже на маятнике, она бегает. А здесь она бегает вот, вот вставленная, она в амортизаторах просто вот так, вверх-вниз бегает и все. Вот такие вот классные мотоциклы с интересной историей. Это был канал Миклуха Маклайк. Подписывайтесь, пишите в комментариях, может у вас или у ваших родителей были подобная техника, будет интересно почитать. Миклуха Маклайк, пока-пока. Миклуха Маклайк, пока-пока.